Здравствуйте! Это панорама недели с Ильёй Киселёвым. Сегодня мы с вами обсудим важнейшее событие последних 7 дней. Сегодня в программе. Визит президента Молдовы Игоря Додона в Российскую Федерацию. Особенности электоральных процессов в Гагаузии. Инаугурация 45-го президента США Дональда Трампа. Страница истории. Памятные даты прошедшей недели. Безусловно, главным событием прошедшей недели был визит президента Молдовы Игоря Додона в Российскую Федерацию. Это было беспрецедентное за последние 7 лет событие – переговоры президентов двух государств. Беспрецедентным можно также назвать и уровень визита. Трехдневное пребывание в Москве, в ходе которого, кроме переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, были проведены встречи с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, вице-премьером правительства России, сопредседателем Межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Дмитрием Рогозиным, с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером и председателем Сбербанка Гербаном Грефом. Очень важно также и то, что в ходе этого визита Игорь Додон провел в Москве встречу с гражданами Молдовы, работающими в России. Но и отдельно хочется отметить, что президент Молдовы получил возможность прочитать лекцию в таком престижном институте, как МГИМО, и побеседовать со студентами. Но по порядку. В ходе переговоров Игоря Додона и Владимира Путина в Кремле сообщили, что президенты обсудили сотрудничество в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере, а особое внимание уделили Приднестровскому регулированию. По итогам встречи Владимир Путин заявил, что число молдавских производителей, поставляющих свою продукцию на российский рынок, вырастет. Еще одна проблема, которую обещал решить российский президент, это порядок въезда для мигрантов из Молдовы. На сегодняшний день в России официально работают 500 тысяч граждан нашей страны, и еще несколько десятков тысяч хотели бы к ним присоединиться, но мешают положению ужесточившегося российского законодательства. С молдавской стороны было высказано искреннее убеждение в том, что подписание Молдовой договора об ассоциации с Евросоюзом было серьезной ошибкой, вызвавшей пагубные последствия для экономики страны, и была выражена готовность развивать отношения с Евразийским экономическим союзом. Кроме этого, на пресс-конференции в агентстве ТАСС Игорь Дадон подчеркнул необходимость строгого соблюдения нейтрального статуса Молдовы и неприемлемость каких-либо попыток втянуть нашу страну в сферу военного блока НАТО. Прошедший визит, безусловно, будет иметь огромное значение для развития двусторонних отношений нашей страны с Российской Федерацией и позволит в определенной мере компенсировать тот урон, который был нанесен им за годы правления проевропейской коалиции. Отдельно хочется сказать вот о чем. Помимо трезвых и объективных оценок визита Игоря Дадона в Россию, был высказан и ряд критических замечаний. Замечаний пристрастных, а порой и просто безосновательных. Например, в упрек Игорю Дадону было поставлено то, что в делегацию не были включены министры экономики и иностранных дел. Хотя тут, в общем-то, нет ничего странного и необычного. Во-первых, подобный состав делегаций с министрами более подходит для визитов главы правительства, а не главы государства. А во-вторых, президент все-таки сам определяет состав своих делегаций. Еще более ярые обвинения были вызваны тем, что в интервью с Дмитрием Киселевым Игорь Дадон назвал долг Приднестровья за российский газ долгом Молдовы. Хотя, в общем-то, и тут президент не погрешил против истины. Если считать, что территория Республики Молдова ограничена между речью Днестра и Прута, то, конечно, эти 6 миллиардов долга Приднестровья не наши долги. Однако пока еще никто на правом берегу не взял на себя смелость заявить, что Приднестровье – это не Молдова. И поэтому долг за газ – это долг всей Молдовы. Визит состоялся. Визит смело можно признать успешным. И сегодня впереди много работы, чтобы заключенные в ходе него договоренности стали повседневной реальностью. Борьба за контроль над Народным собранием Гагаузии обостряется и вступает в новую непредсказуемую стадию. Соперничество за право сформировать большинство в этом органе власти автономии Гагаузии-Ри ведется между сторонниками партии социалистов и теми, кто продвигает в этом регионе Молдовы интересы демократической партии. Причем похоже, что вторые не брезгуют никакими методами ради достижения своих целей. Центральная избирательная комиссия Гагаузии обозначила юридические и технические проблемы, которые необходимо разрешить перед тем, как организовать повторные выборы депутатов Народного собрания Гагаузии по первому округу муниципия Камрад. Как отметил на брифинге в Камраде председатель ЦИК Иван Комур, согласно решению Высшей судебной палаты Молдовы от 6 января 2017 года, второй тур выборов в Народное собрание Гагаузии по первому округу Камрата был признан недействительным. Судебная инстанция также исключила из предвыборной гонки одного из электоральных конкурентов Дмитрия Константинова и обязала заменить членов избирательного совета и двух членов избирательного бюро. Также решением Высшей судебной палаты ЦИК Гагаузии обязали полностью заменить состав избирательных участков 1-1 и 1-2. Таким образом, на избирательном округе номер 1 состоятся повторные выборы с участием всего лишь одного кандидата Виталия Дрогой. Дату выборов установит ЦИК Гагаузии. Напомним, что в ходе второго тура за Дмитрия Константинова проголосовали 1007 избирателей, а за его оппонента, Виталия Дрогой, 673 человека. Еще 46 бюллетеней были признаны недействительными. Мы попросили прокомментировать ситуацию в Гагаузии депутата национального собрания Романа Тютина. По событиям, которые развиваются в Гагаузии вокруг выборов национального собрания, можно говорить очень много, потому что творится что-то вообще непонятное, что-то такое невероятное, я бы сказал. Происходит отмена результата выборов, снимаются кандидаты, принимаются какие-то решения непонятные, в результате которых выборы будут проводиться с участием только одного кандидата, то есть абсолютно безальтернативные. Задерживаются лица, возбуждаются уголовные дела. Как вы можете прокомментировать все это с позиции человека, который непосредственно участвует в избирательном процессе, в этом как один из кандидатов, и что реально происходит, кто всем этим управляет, и в чьих интересах все это делается? Ситуация достаточно управляемая, управляет и, по моему мнению, представители демократической партии. Мы видим, что на сегодняшнем этапе даже допрашиваются вот мои агитаторы, вчера их вызывали в прокуратуру, с тем, что якобы они подкупали избирателей. По факту могу сказать, что ни мы, ни, не думаю, что и господин Константинов тоже не покупал их. Фактически идет давление, в Гагаузе устроили террор, прессуют очень серьезно и членов семьи уже, вы знаете, что ее вчера задержали, семью, жену Константинова, женщине 65 лет, ее задержали для допроса. Ну, то есть, ситуация повторяется, в прошлые выборы народного собрания также такая же ситуация была, это перед выборами председателя народного собрания. Одного из тогдашних депутатов пытались лишить мандата, это господина Петриоглуб, который был за форму зала. То есть, мы эти вещи уже наблюдаем не первый год, поэтому знаем, как им действовать. Сейчас Демпартия поставила перед собой задачу избрать председателя для того, чтобы контролировать ситуацию в народном собрании. То есть, фактически, любыми способами пытаются провести какие-то, продавить решения, которые помогли бы избрать. Хорошо, какие перспективы, как вы считаете, реально вообще, что людям, которые все это устроили, удастся достичь своей цели? Мне кажется, что сейчас сложно сказать. Ситуация в народном собрании, там есть 4 серьезные группы, которые, в принципе, каждый из них преследует цель иметь своего председателя народного собрания. Каким образом они договорятся, будет видно в ближайшее время. Это группы Башкана Гагаузии, это группа выдвиженцев от партии социалистов, это демократы, и, так сказать, независимые, которые, в принципе, подконтрольные хозяином фирмы Шериф в Приднестровье, так скажем. Это братья Казмалы, они тоже имеют 3 человека, помогали им. Хорошо, скажите, а как обстоят дела в избирательном участке, где вы баллотируетесь, где были выборы, в том числе, и где вы участвовали? Пока по этому участку дата выборов не назначена, хотя уже прошло более 2 месяца. Согласно кодекса избирательного выборы назначает ЦИК Гагаузии, а согласно уложению Гагаузии, это Конституция Гагаузии, дату назначает Народное Собрание. И, в принципе, попали в правую коллизию, и поэтому до сих пор еще не назначена дата выборов. То есть вопрос по избранию депутата с вашего участка он как бы подвис? Он пока открыт. То есть, ну, 20-го числа будет заседание Народного Собрания, и я думаю, что они могут назначить на этом заседании дату. Ну, скорее всего, им невыгодно представителям Демпартии проводить на этом округе выборы, потому что они понимают, что они проиграют, поэтому будут максимально затягивать данную ситуацию. Скажите, а вот какие-то может быть есть средства, какие-то способы обратиться к кому-то, чтобы вот остановить, приостановить вот то, что творится, этот беспредел, потому что ну, это ни в какие рамки не лезет, это уже просто даже здравому смыслу, на мой взгляд, противоречит. Как можно противостоять вот всему этому, всем этим действиям? Ну, мы проинформировали по нынешней ситуации и президента Республики Молдова, и Башкана Гагузи, который сейчас находится с рабочим визитом в Москве. Я думаю, по приезду будут принимать какие-то меры, потому что то, что сегодня происходит, это фактически у нас в Гагузи 37-й год, начинаются репрессии, поэтому очень сложная ситуация. Я думаю, что Кишинев идет не по правильному пути, потому что чем больше они прессуют Гагузию, тем больше они объединяются и могут ответить опять каким-либо референдумом или принятием какого-то закона, но это не совсем правильно. населения Гагаузии к этому всему происходящему резко отрицательное? Отрицательное и скажу, что сейчас они попытаются провести второй тур, мне кажется, что люди просто не выйдут, они будут бойкотировать выборы, почему? Потому что во-первых, они безальтернативные, все понимают каким способом человек, который действует по этой схеме хочет попасть в народное собрание и я по головам это не совсем корректно, поэтому мне кажется, что они не наберут необходимый порог явки 33% для того, чтобы провести собрание. Понятно, то есть фактически полностью формирование народного собрания Гагаузии может затянуться на очень длительный период? Да, но согласно уложения Гагаузии, если конституировано две трети, то есть две трети депутатов получают народные мандаты, то народное собрание может работать избирательный 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 может работать. Ясно. Хорошо, большое спасибо вам за информацию, за то, что вы прояснили немножко ситуацию, как это смотрится изнутри самой Гагаузии. Большое вам спасибо, я надеюсь, что все эти проблемы разрешатся в соответствии с законом, в соответствии со здравым смыслом и уже все будет народное собрание будет сформировано полностью уже. Я думаю, как только изберут председателя народного собрания в президиум все прояснится и выборы назначат. Мы понимаем, это делается для того, чтобы не допустить, чтобы господин Константинов участвовал в избрании председателя, он один из кандидатов, фаворитов, так скажем. Но в прошлый раз получилось так, что его тогда предлагала демократическая партия, потом он перешел на сторону патриотов Гагаузии и поддержал действующий референдум и сохранился на пусту. Хотя там были договоренности два года будет Константинов председателем народного собрания, два года будет Карасений Демьян, который является сейчас депутатом парламента молдавского. То есть он не выполнил свои договоренности, скорее всего это даже можно назвать местью Константинова за те проделки, которые он совершил. Понятно. Хорошо, большое спасибо. 17 января жена председателя народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова Мария была задержана работниками прокуратуры. По словам начальника южного отделения прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Василия Стойнова, Мария Константинова была объявлена в розыск еще 9 января. Мотивом тому послужила неявка Константиновой на допрос в прокуратуру. Сейчас жена спикера народного собрания Гагаузии задержана на срок в 72 часа и переправлена в Камрад. Марию Константинову будут допрашивать в рамках открытого уголовного дела о подкупе избирателей на выборах 20 ноября и 4 декабря 2006 года. Что можно сказать по этому поводу? Наблюдая методы, которые использует демократическая партия в Гагаузии, невольно хочется спросить, а зачем вообще проводить там какие-либо выборы? Почему бы не назначать депутатов Народного собрания Гагаузии решением судебных органов? Чья филированность этой политической структуре уже стала обыденным и хорошо известным в Молдове фактом? Или может быть вообще просто формировать органы власти по спискам из штаба демократической партии? Итак, в пятницу 20 января Дональд Трамп вступил в должность президента США. Его победа на прошедших в ноябре прошлого года выборах стала сенсационной для определенной части общественности. Тем не менее, результат этих выборов вполне укладывается в тенденции, которые начали достаточно четко проявляться еще 2-3 года назад и полностью определились в прошедшем 2016 году. Тенденции эти, затрагивающие экономические и политические аспекты международного развития, свидетельствуют о том, что глобализация и продвижение либеральных теорий исчерпали себя и уступают место трезвому и рациональному подходу тех политических деятелей, которые озабочены не интересами транснациональных корпораций, а прежде всего интересами своих собственных стран и народов. В этом плане победа Дональда Трампа на выборах является наиболее резонансной в череде прихода к власти политиков нового направления. очевидно, что именно этот результат выборов в США придал новый импульс тем процессам, которые призваны развернуть развитие мировой экономики от либеральной модели, которая, в общем-то, и привела к череде кризисов, начиная с 2008 года по нынешнее время. Очевидно, что либеральная часть общества не сдаст свои позиции так просто. Последняя президентская кампания в США была как никогда грязной и ожесточенной. И даже после выборов, невзирая на все традиции декларируемой демократии, сторонники, проигравшей Хиллари Клинтон, не признают поражение и результаты волеизъявления американского народа. Вот всего лишь несколько фактов. Участницы американской группы Кока Росси записали композицию вместе с певицей трансгендером Эннани, в которой содержится призыв к восстанию против избранного президента США Дональда Трампа и новой администрации. В Вашингтоне мужчина попытался поджечь себя в знак протеста против избрания и инаугурации республиканца Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал NBC4DC. Инцидент произошел вечером во вторник, 17 января, возле гостиницы Трамп International Hotel на Пенсильвании Авеню. Ранее газета Washington Times сообщила, что по меньшей мере в 20 американских городах появились объявления с предложением за деньги поучаствовать в протестах по поводу инаугурации Трампа. Знакомая картина, не правда ли? Так, компания Demand Protest из Сан-Франциско, которая позиционирует себя как крупнейшая в США частная организация по обеспечению поддержки широких масс, готова платить демонстрантам по 2,5 тысячи долларов в месяц, а за непосредственное участие в мероприятиях 50 долларов в час. С другой стороны, сторонники нового президента США оказались готовы не только приветствовать вступление в должность своего кандидата, но и оказать содействие в том, чтобы так называемые демократы не сорвали церемонию вступления в должность избранного президента. Так, группа байкеры за Трампа выразила готовность оказать содействие в проведении церемонии и обеспечении порядка во время инаугурации. Кроме этого, байкеры провели парад в честь церемонии инаугурации Дональда Трампа. Все эти изложенные факты свидетельствуют о глубоком расколе в американском обществе. И прошедшие выборы, судя по всему, только усугубили ситуацию и усилили раскол. Но что же будет дальше? Американское общество вступило в очень серьезный кризис, который, по большому счету, можно характеризовать так. Молодое поколение американцев до 40-45 лет от роду пришло к выводу, что хотя они выросли в более богатой Америке, чем их родители, и получили лучшее образование, чем они, им никогда не удастся добиться тех успехов, каких добились их родители. Эта часть населения проголосовала и против республиканцев, и против демократов. Но в итоге к обновлению, как ни странно, пришла не демократическая партия, а республиканская. Именно в ней на первой роли вышел человек, который твердо сказал, «Я хочу другого». «Я хочу другого». А демократическая партия поставила на женщину ретрограда, которая хотела оставить все, как есть. Но оставлять все, как есть, американский народ не пожелал. Плюс ко всему, на это наложились колоссальные неудачи бездарной политики американских президентов за последние 20 лет. Ошибки совершали другие люди, но на этих выборах они ударили именно по Хиллари Клинтон. То есть, Соединенные Штаты вошли в противоречие не только со своими внутренними проблемами, но и с внешними. Американская политика закончилась крахом везде. В Европе, на Дальнем Востоке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. И хотя американские избиратели не интересуются внешней политикой, это добавило негатива к общему фону. Американцы сказали, что они хотят жить в другой Америке. Привычка американских политиков доминировать в мире, возникшем после распада СССР, сыграла злую шутку с Хиллари Клинтон. Такое отношение ко всему миру глупоко укоренелось в американских элитах, экономических, государственных, политических, интеллектуальных. Это своеобразная разновидность расизма. Я принадлежу к общности, которая лучше других, поэтому мне полагается больше прав, и я должен подписывать вам более примитивным. Как вам жить? Именно это и высказал Обама, когда заявил, мы определяем правила, которым должен подчиняться весь пир. Позиция Трампа не будет такой резкой и агрессивной, но за одно поколение это не уходит. Понятие равенства противоречит американской системе, американскому образу жизни, американскому пониманию, потому что там в основе всего лежит принцип «докажи, что ты лучше». Но то, что ты лучше и успешней, еще не дает тебе права определять, как жить другим людям. И вот именно это, похоже, было понято Дональдом Трампом. При этом нужно давать себе отчет, что сколько-нибудь серьезные подвижки в американской внешней политике начнутся не сразу после 20 января, когда Трамп вступит в должность, а спустя 6-8 месяцев после этого, а то и через год. На сегодняшний же день стоит другой вопрос. Острая необходимость смены кадров в госаппарате и преодоление бешеного сопротивления сторонников старой модели развития американского общества. И уже после этого можно будет делать первые прогнозы и выводы по тому, как будет Дональд Трамп притворять в жизнь свои предвыборные обещания. 16 января 1920 года в США был введен сухой закон. Этот период в истории США длился целых 13 лет и стал в какой-то мере легендарным. Действия многих известных произведений литературы и кино так или иначе связаны с этим периодом. Это было время расцвета самогонаварения, преступности и знаменитых гангстеров, которые сколачивали состояние на подпольной торговле спиртными напитками. 16 января 1966 года в Шаболовском телецентре состоялась премьера популярнейшей советской юмористической телепередачи «Кабачок 13 стульев», действие которой происходит в польском кафе. Телепередача имела бешеную популярность и регулярно выходила вплоть до 1980 года, когда начались известные события в Польше. «Что же мне делать, а, пан?» «А вы знаете что? Вы обратитесь по этому поводу к пану Вотрубе. Он у нас заместитель директора по запутанным вопросам». 16 января 1547 года Иван IV Васильевич формально взошел на российский престол. Известный под прозвищем Грозный, этот русский царь стал одним из известнейших русских монархов. Благодаря Ивану Грозному Русь совершила значительные территориальные приобретения и приобрела огромный авторитет в Европе. Сегодня предпринимаются попытки представить Ивана Грозного как воплощение жестокости, хотя по меркам тех времен он являлся достаточно либеральным правителем. Для сравнения, за все годы царствования Ивана Грозного было казнено меньше людей, чем гугенотов, уничтоженных католиками в Париже за одну только Варфоломеевскую ночь. Образ Ивана Грозного достаточно часто находит свое воплощение в кино, причем как в трагедиях, так и в комедиях. 17 января 1562 года вступил в силы Сен-Жерменский эдикт, официально признающий права гугенотов на территории Франции. Тем не менее, эта относительная свобода вероисповедания продолжалась недолго. В 1572 году во время Варфоломеевской ночи было вырезано почти 30 тысяч протестантов-гугенотов. 17 января 1945 года день освобождения Варшавы частями 1-го Белорусского фронта при содействии 1-й армии войска польского от немецких оккупантов. Это одна из наиболее славных страниц дружбы и братства по оружию между русскими и поляками, которую, к сожалению, сегодня усиленно пытаются представить в ложном свете. Русофобия и прозападная ориентация сегодняшних польских властей становятся серьезной помехой для развития дружественных отношений между двумя странами. 18 января 1778 года английский мореплаватель Джеймс Кук открыл Гавайские острова и назвал их Сандвичевые острова. Возможно, если бы Джеймс Кук знал, что именно на этих островах он будет убит туземцами, он бы постарался проплыть мимо, предоставив честь этого открытия кому-то другому. 18 января 1963 года на сцене эстрадного театра Палладиум Лондона состоялось первое выступление группы Битлз на телевидении. 18 января 1793 года Великая Французская революция. По постановлению суда казнен Людовик XVI, обвиненный в заговоре против свободы нации и против общей безопасности государства. Смерть монарха, образно выражаясь, открыла шлюзы революционного террора и кровопролития. Сегодня уже не вспоминают о том, что на самом деле те идеалы, которые зародились в эпоху Великой Французской революции и которые нам до сих пор достаточно успешно скармливают, так вот те идеалы стоят по колено в крови. В крови французов и многих других наций, попавших в эту и другие революционные мясорубки. 22 января 1506 года Папа Римский Юлий II пригласил на службу в Ватикан швейцарских гвардейцев, которые с тех пор охраняют папскую резиденцию. Благодаря своей экзотичной форме швейцарские гвардейцы, которые по сей день исправно несут свою службу, остаются одной из самых ярких достопримечательностей Ватикана. Это была панорама недели с Ильей Киселевым. На следующей неделе мы снова встретимся с вами.